В программу «Управдом» часто обращаются жители с просьбой разъяснить, в каких случаях можно сделать перерасчёт за услуги энергоснабжения. Ответ на этот вопрос мы получили у исполнительного директора Алматы «Энергосбыт» Андрея Мукожанова. Делается перерасчёт, ну тут в разных случаях. Иногда бывает, что, например, приходит Алатау жарокомпания, снимает показания, там, возможно, потребитель занижает показания. Мы ему вот эту вот всю часть выставляем. Ну, другие имеются, конечно, перерасчёты. Если находят нарушения какие-то, возможно, там, вмешательство в работу счётчика, либо срыв самовольной пломбы, которую устанавливает Алатау жарокомпания «Эсэ», тогда там производят перерасчёт Алатау жарокомпания «Эсэ». И проект начисления предоставляет нам, и мы делаем начисление этому потребителю за нарушение определённых правил пользования электрической энергией. Кроме этого, если потребители собрались в долгосрочную поездку с выездом из города, то в этом случае им необходимо прийти в районный отдел электроснабжения и написать заявление. В нём нужно будет указать период, с какого времени вас не будет дома, и в связи с чем вы не сможете получать квитанции и оплачивать данные услуги. Потому что у нас, согласно правилу пользования, если в течение двух месяцев он не предоставляет показания, нет расчёта, мы должны посчитать посредними. И какие-то, чтобы не было никаких перерасчётов, поэтому лучше всего, конечно, написать заявление, что он уезжает, что потребления не будет, расхода не будет. Заявление достаточно, что он уезжает. Ну а мы, у нас снимают показания ежемесячно, контролёры АЛЛАТА уже компания СЭЛ, и мы будем видеть, что нет расхода или есть расход. Если есть, тогда мы будем уже принимать сняли. Своевременно устранить аварии, найти утечки на центральном магистрале горячего водоснабжения – задача работников диспетчерской службы. Наша задача, чтобы в городе не было перебоев потребителей с горячим водоснабжением и с отоплением в отопительный период. В случае аварии, то есть мы наблюдаем это сразу за увеличением расхода воды по какой-то конкретной магистрали, принимается решение об отключении этого участка. Как только участок отключают от горячего водоснабжения, на место утечки выезжает аварийная служба. Уже на месте инженеры уменьшают участок отключения и занимаются восстановительными работами, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить потребителей горячей водой и отоплением. Кроме оперативного устранения аварийных ситуаций, диспетчерская служба регулирует гидравлические температурные режимы. Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить город теплоносителем заданных параметров и нужную температуру и давление. У нас сложный рельеф местности. И у нас в городе в тепловых сетях порядка больше 50 насосных станций, 22 из них магистральные и распределительные. Кроме того, на предприятии работают 4 ремонтные службы, которые укомплектованы всей необходимой техникой для ликвидации аварий на сетях. Также имеется и 6 эксплуатационных районов, в которых также работают специалисты, способные устранить аварии на участках. По словам работников теплосетей, все это помогает своевременно обеспечить алматинцев горячей водой и теплом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...